Всем привет, уважаемые друзья! Вы на канале Slovat United. Меня зовут Эмилий. Сегодня расскажу вам о бета-версии Football Manager 2020. Самый популярный вопрос, который мне задают в последние дни, это стоит ли покупать новый FM. Честно говоря, по бета-версии мы сейчас разберемся, поймем, что нового, что изменили, что добавили. Стоит покупать, не стоит. Кому стоит, кому не стоит. Во-первых, интерфейс. Его сделали более удобным по сравнению с прошлой частью. И уже в прошлой части мне интерфейс стал нравиться. Стало нравиться движение Sports Interactive в нужном направлении. То есть, помните раньше, какие были темы Football Manager. Серая какая-то, черная, белая. Сейчас добавили стильную, фиолетовую. Мне нравится. Ну, понятное дело, что были люди, которые мне писали, типа, а фиолетовый цвет это не очень. Ну, есть светлые, есть темные стандартные скины. Они тоже, в общем-то, неплохие. Но прошлая часть ФМ была первой, в которой я не хотел и не скачал в итоге никакой там сторонний скин. Потому что меня устраивал стандартный, и он действительно был красив. В новом году его сделали еще более таким вот стильным, что ли. То, что здесь красный с фиолетом сочетается, это из-за команды. То есть, если вы выберете, допустим, Ростов, у вас будет он желто-фиолетовый. Да, если вы выберете Зенит, то синий-фиолетовый и так далее. Теперь новости, которые нам приходят, они, вы видите, более так сгруппированы, что ли, более информативны. То есть, мы видим правление, чем довольны, чем недовольны. По шкале там от A до F нам выставляется оценка. Это, в общем-то, здорово облегчает работу. Также здорово облегчает работу момент, допустим, советы по выбору состава. И у каждого тренера свое видение. Нам они поясняют, почему нужно теперь выбирать одного игрока, а не другого. Потому что один хорошо тренировался, другого моральный настроен на высоте. Раньше, чтобы нам это посмотреть, нужно было шерстить весь состав. Смотреть, так, у кого лучше настроение, у кого там лучше тренировки и так далее. Здесь все сейчас резюмировано. Плюс мы видим сразу наше расписание, что у нас, в общем-то, график довольно такой свободный. Нет большого количества матчей. Соответственно, мы можем использовать каждый раз основной состав. По позициям, позиция полуфлангового крайнего защитника появилась вот здесь. Раньше она была только на позиции, по-моему, в линию с центральными полузащитниками. Теперь вроде бы и на атакующих появилась. Особенность этой позиции в том, что полузащитник стремится часто смещаться в центр, освобождая зону для подключающегося крайнего защитника, создавая численные преимущества над игроками обороны. То есть это современный футбол, когда в связке с КЗ играет именно такой игрок, который уходит в центр. Соответственно, крайний защитник при атаке идет сюда, увеличивая численность атакующих игроков. Это, в принципе, то, как оно и работает, как и должно быть. Тактически я больше не заметил каких-то новых позиций, каких-то новых ролей. Если вы заметили, можете написать в комментариях. Но в целом, в остальном, в тактике все осталось по-старому. Ну, естественно, движок никак не изменился. Тактика, ну, она и есть. Тактика тут либо кардинально все менять, отказываться от существующей системы позиций и как-то по-другому это все делать. Ну, здесь, видите, вот можно щелкнуть на любой квадратик. Вам будут говорить о том, что, ну, вот здесь, например, в этой зоне есть какие-то определенные недоработки. В этой зоне, ну, вам говорят, что небольшие проблемы, потому что Терентьев соответствует своей роли обязанности, но ему не хватает поддержки со стороны других игроков. То есть Терентьев может в определенной зоне проваливаться. Также теперь появился вот такой вот комментарий, да, скажем, для позиции в центре поля, в центральной оси для защитников и полузащитников. Центральный защитник, например, вот Пуцко предпочитает располагаться справа при игре в паре или в центре при построении в три игрока. То есть, раньше мы рандомно, ну, мы могли только по рабочей ноге понять, какого игрока куда лучше поставить. Но теперь у нас есть вот этот комментарий, вот это пояснение, да, что мы понимаем, что Пуцко лучше ставить центральным в тройке или правым в построении в два защитника. Ну, собственно, он у нас правым и стоит. Есть игроки, у которых по-другому, например, Йонс Нандалчару, может на любой позиции играть, у него предпочтений нет. Но мы понимаем, что Пуцко, например, будет играть лучше, если он будет занимать вот эту позицию. Если говорить о полузащитников, то здесь тоже есть такая же фигня. Справа при игре в паре или в центре при построении в три игрока. Ну, у нас, соответственно, три игрока в полузащите, Голубев располагается в центре. Смотрим Оливье Тиле. Справа при игре в паре, ну, так как правая нога, если... или в центре при трех игроках. Ну, и Фомин, вы видите, предпочитает располагаться справа при игре в паре. Ну, так как Тиль все-таки более мастеровитый, Фомин у нас отходит направо, на свою родную позицию. Ну, а Тиль, он поуниверсальнее, поэтому он играет вот таким вот образом. У нападающих тоже есть предпочтение в позиции, но оно менее, скажем так, заметно. Да, на флангах таких предпочтений поменьше. Но, вот видите, слева предпочитает располагаться, если в полузащиту ставить Хотича, то его нужно будет поставить вот на эту позицию. Здесь он будет чувствовать себя наиболее уверенно. Ну, а Вячеслав Кротов справа при игре в паре или в центре при построении в три игрока. Ну, то есть на каждой позиции центральной оси, вы видите теперь такие комментарии. Это заметно упрощает игру при выборе состава. Вы, то есть, понимаете, кого куда расставить, кому что делать и так далее и тому подобное. Ну, такого плана на выведение было нужно. Футбол Менеджер 2020 уже доступен для предзаказа. Это можно сделать намного дешевле, чем в Стиме. Для этого переходите по ссылке под видео и не забывайте про промокод SALOVATUNITED, который даст вам дополнительную скидку. Появились некоторые новые разделы. В частности, клубная стратегия. Ну, это как раз-таки показатель удовлетворенности нашим руководствам, тем, как мы работаем. Наше руководство дает нам теперь пятилетний план. Прямо Майлз вернул нас в Советский Союз. Пятилетку в четыре года будем выполнять теперь по работе Майлза. И у каждого клуба есть свои клубные ценности. И они, как ни странно, соответствуют реальности. То есть в Уфе желательно приобретение игроков в возрасте до 23 лет для первой команды. Мы подписываем таких игроков. И, соответственно, правление в восторге. Потому что мы подписали там классного одного игрока. Он там просто забивает и все кипятком писают. Работа в рамках бюджета заработной платы. То есть нельзя превышать, по крайней мере, на много бюджет зарплаты. Приобретение игроков на продажу с прибылью. Это требуемые все вещи. То есть мы понимаем, где желательные, где требуемые. Избежать выльта – это требуемая цель. Выйти в четверть финал – желаемая цель. Одобренная, ну, то есть как бы можно. Есть еще желательные. Ну, это вот чуть-чуть более настойчиво их требуют, чем одобренные. Но и все-таки не так, как желаемые или требуемые. То есть видите, какие условия нам ставят. Для игрока старше 32 лет контракт однолетний. Ну, одобряют, когда такое происходит. Для 30-летнего – двулетний. Для 27-летнего – трехлетний. То есть до 30 только. Здесь у нас более четкое требование от руководства. Это тоже правильно. Ну, я думаю, что такое нужно было ввести. Потому что в некоторых командах такие требования действительно есть. Ну, и, конечно, хотелось бы, чтобы это соответствовало действительности какой-то. А то, если, допустим, мы работаем в каком-то пердивном клубе. И нам говорят, покупайте игроков только до 23 лет. А нам, естественно, ну, кто играл в пердях, тот понимает, что там без подписания каких-то стариков и фри-агентов не обойтись. Соответственно, клубные ценности, клубные стратегии, они должны зависеть от того клуба, в котором мы работаем. Я надеюсь, что здесь проработано это все грамотно. Ну, и вот вы видите, что нам ставят задачу на пятилетку. То есть, сейчас у нас задача не вылететь. В сезоне 20-21 истекает наш контракт. Ну, и нам ставят задачу финишировать уже в верхней половине таблицы. На сезон 21-22 тоже в верхней. А вот в 22-23 уже борьбу за медали нам ставят. Но это пока только одобренные цели. Они, конечно, не требуемые. Это наверняка будет зависеть от того, как мы продержимся в следующие годы, как мы будем усиливаться. Ну, и в конце сезона 23-24 мы должны закрепиться в верхней половине таблиц. Видите, что еще не все переведено, но это бета-версия. И, соответственно, здесь вот можно посмотреть нашу оценку работы, не дожидаясь новости. Ну, и видите, что у нас такое вот правление. По-прежнему характеристики скрыты у игроков правления, ой, у членов правления. И мы не можем посмотреть вообще, что это, чем они отличаются. То есть пора бы уже давно это вводить. То есть насколько наш президент богатый, например. Это можно только через редактор посмотреть предыгровой, чтобы увидеть, на что вообще способны наши президенты, да. Их финансовые возможности, их терпение, да. Здесь просто Марат Магадеев, вот и думает, что хочет. Что Марат Магадеев хочет, что он из себя представляет, какие у него требования. Ну, мы только можем видеть по оценке работы. Ну, и отделы развития. По большей части отделы развития, это то, что показывает, как развиваются наши молодые игроки. Ну, и вот вообще обзор. Видите, что Игорь Андреев, молодой нападающий, у него есть прогресс за определенные две недели. То есть Игорь Андреев прогрессирует, и у него вот какие-то навыки ползут постепенно вверх. Здесь мы можем наблюдать за нашими игроками в аренде, и которые у нас находятся в аренде из других клубов Терентьев, Круговой, Голубев. Так и за теми игроками, которых мы отдали в аренду. Игбун, Безденежных, Батютин, Фольмер. Итак, молодежка, юниорка. Видите, результаты команды, чтобы можно было быстро посмотреть. Вот в турнире российском до 2021 года, например, у нашей команды есть несколько игроков, обладающих многообещающим потенциалом. Одна победа, две ничьих, одно поражение. Юниоры пока не выступали. Евгений Николаевич Перевертайлов еще пока ничего не делает. Уфа-2 тоже, видимо, пока не выступала. Ну, и молодые кандидаты. Как я понимаю, в январе появляется здесь список нового поколения. То есть мы можем заранее увидеть, какие регены к нам придут. И пока что 2 августа еще эти регены не появились, но потом они вот здесь обязательно появятся. И это позволит нам в зимнее трансферное окно, ну, допустим, понять, нужно ли нам покупать какого-то игрока на перспективу. Или у нас у самих такой примерно придет. Вот. Ну, и персонал. Тоже вы видите. Здесь штат юниорки, штат молодежки, штат Уфы-2. Уфы-2 какой-то очень странный штат. Мы здесь ничего даже не видим. В любом случае, вот таким вот образом работает наша система, наш центр развития. Честно говоря, ну, сказать, что это какое-то там, какое-то великое нововведение нельзя. Это просто, опять же, компоновка того, что уже было. Я надеялся, что когда там, нам говорили, девелопмент центр, центр развития, мы уже заранее будем видеть несколько поколений наших регенов. Ну, я рассчитывал на такое, что хотя бы три поколения регенов мы уже могли бы видеть. И мы уже могли бы как-то с этими регенами работать до того, как они попадут в нашу команду. Я вот такое хочу видеть, что вот я знаю, что там у нас, начиная, допустим, с 13 лет и до 15-16, то есть когда регены приходят, я бы хотел уже смотреть на них. И чтобы мы могли раздавать какие-то уже им указания, в каком направлении им тренироваться, какие моменты улучшать. Ну, либо давать такие задания руководителю отдела по работе с молодежью. А то у нас вот просто существует, да, и как он работает, что ему для этого важно, мы не видим. Хотя, по идее, у нас, ну, должна быть какая-то, может быть, клубная академия. Вот на будущее, какие я хочу видеть нововведения. Клубная академия. Мы в эту академию назначаем, там, персонал, да, назначаем, может быть, тренеров для каждого возраста. Либо мы назначаем, там, руководителя этой академии, от которого будет зависеть скилл тренеров и, соответственно, рост молодых вот этих игроков. Пока это все от нас скрыто, и мы видим только центр развития. Да, замечательно, что он у нас есть. Но вместе с тем, вот, как-то, пока это тоже такая наметка на будущее. Ну, мы помним все прекрасно, что казалось наметкой, наметком на будущее такая вещь, как инструктаж по тактике. Но, как мы понимаем, за вот прошедшее время этот инструктаж по тактике ни на что не влиял. У нас есть, конечно, такая вещь, как медицинский центр, который тоже ввели, да, оценка риска и все такое. Но травмы все равно происходят. То есть от этого практически никак не избавиться. И даже когда у тебя классный медперсонал, все равно травмы есть, и как-то вот не чувствуешь, что их количество уменьшается или становится как-то получше. Честно, в этом есть определенная проблема. И, ну, такое ощущение, что медиков можно вообще не нанимать. Если говорить о персонале, то появилась еще должность технического директора. Ну, как я понял, технический директор отвечает за работу всего персонала. Должен предоставлять отчеты о том, как персонал развивается. И должен каким-то образом, ну, может быть, там, способствовать развитию персонала, подбирать персонал и так далее. Но, честно говоря, должность тоже такая достаточно карикатурная, что ли, как свадебный генерал. Ну, да, он есть, но что с ним делать и насколько он обязательен в коллективе, это, честно говоря, непонятно. И ты сидишь, думаешь, а что, что действительно, как же быть, что делать, и просто не понимаешь. Потому что добавляют какие-то новые должности, да, там вот добавили спортивных врачей, да, не врачей, точнее, а научных работников. Ну, какой от них толк? Мы, по крайней мере, этого не видим. Может быть, нам бы какие-то отчеты, что вот работник поработал, и у нас стало лучше, к примеру. Но такого ведь нет, и в этом есть определенная проблема. То есть, необходимо, ну, наверное, новые должности, если вводятся, нужно как-то их сразу пускать в работу, и чтобы от них был толк. А пока толка этого, ну, в общем, не видно. Если говорить про графон, то, ну, это тоже то, что бросается в глаза. Действительно, графон похорошел. То есть, даже менеджер наш, он больше не похож на слендермена какого-то уродливого. Ну, и за исключением плеч, которые напоминают склоны Гималаев, в остальном это, в принципе, уже человек. То есть, у него соблюдена какая-то антропометрия тела. Видно, что это, ну, такого человека можно встретить на улице, да, за исключением, там, вот, действительно, плеч. В остальном это как-то более-менее нормально. Нет больше этих рук, вот, да, лодыжек, каких-то чрезмерно худых ног. Можно создать абсолютно любого персонажа, да, и в целом могу сказать, что больше добавилось жизни вот в 3D-модельках, ну, и в самом 3D-матче. Что касается 3D-матча, то, ну, 3D-матч стал приятнее. Видно, что над графикой поработали, что, да, это не самое важное в FM, но, тем не менее, могу сказать, что, в принципе, очень приятно стало смотреть на то, что происходит, детализация на высоком уровне. Газон, нет, серьезно, газон в этой части выглядит приятнее, чем газон в FIFA, к примеру, и точно лучше, чем в прошлой части. То есть, в принципе, картинка приятная для менеджера, тем более. Но пока есть проблемы, конечно, с геймплеем, потому что, ну, вот, посмотрите, много голов пока забивается с дальних ударов. Вы сейчас видели гол Зобнина. Спустя несколько секунд нам забивают гол Крал. Сейчас вы увидите, как это было. Собственно, очень забавный момент. Ну, не то, что забавный, но это нереалистичный момент. Какой гол нам забил Крал. Ну, во-первых, мяч сквозь ноги прошел. Ну, ладно, допустим, там пас между ног был классный. Но момент с голом, это, конечно, что-то с чем-то. Посмотрите. Просто сквозь Вембергара человек ударил и забил гол. Я в шоке, уважаемые друзья. Как можно было исполнить вот такой удар? Ну, много голов издали, это ладно. Но вот этот вот удар, это просто... Вот, смотрите, стоит Вембергар. Крал просто как будто его там нет. Как будто лежит свободный мяч. Да, и наносится удар. Ну вот, скажите, пожалуйста, возможно так пробить? Конечно, нет. Ну, то есть здесь можно отобрать мяч, допустим, у Вембергара. Мне не было бы вопросов, если бы он отнял мяч, да, допустим, и отдал его на Ларсона или на Шурле. Ну, типа Вембергар там зазевался и так далее. Ну, такого, чтобы дальние удары залетали постоянно, ну, такого, наверное, быть не должно. И, по-моему, мы тоже забивали там дальними ударами. Пока в этой бета-версии самый большой косяк это именно дальние удары. Очень много голов ударами издали наносится. И это как-то, ну, не то, что нереалистично. Но когда игроки уровня там, ну, такого, РПЛ постоянно забивают дальними ударами, ну, наверное, это не совсем так. Все-таки процент голов, забитых дальними ударами, должен быть поменьше. Ну, а здесь процент довольно большой. И, ну, смотрите, дальние удары залетают только так. Естественно, когда это делает игрок там с дальними ударами 18, это было бы нормально. Но когда забивают футболисты, скажем, более низкого уровня, то там вопросы есть. Вопросы есть именно по части дальних ударов. Ну, вот, например, у Андерса Вомбергара дальний удар 12. Ну, да, он может забить дальним ударом, но не так, чтобы уж прямо бомбить. Роман Зобнин. Дальние удары у человека 8. Ну, и Зобнин никогда не был таким классным ударником. Тем не менее, он здесь забивает дальним ударом. Украл дальние удары 10. Но, тем не менее, он не просто забивает дальним ударом, он этот дальний удар отправляет с пушечной силой сквозь нападающего. И таких моментов много. Практически в каждой игре забиваются голы дальними ударами. Вот, смотрим матч с Сочи. Здесь тоже распасовочка перед штрафной. Дальний удар Кэталина Карпа и 1-0. Ну, нет, такие голы бывают, я ничего не хочу сказать. Но Кэталин Карп, дальний удар 11. Ну, не совсем прямо топчик. Тем не менее, он кладет эти дальние удары только так. И следующий гол в этой игре тоже забил Карп. Ну, и удар тоже дальний, будем говорить, все-таки. Хоть и с пределов штрафной, но, тем не менее, я бы это все-таки назвал дальним ударом. И, конечно, ну, думаю, что есть разработчикам над чем поработать, потрудиться. И как игру еще доводить до совершенства в плане 3D. Ну, еще, конечно, мало времени прошло. Мало сыграно. Пока сложно говорить в целом, чего еще нового добавили. Но, я могу сказать одно, по трансферам все стало, ну, тоже графически, видите, игра как похорошела. То есть, теперь мы видим, какие трансферы у нас происходили в сезоне 18-20. Пришли-ушли там, то есть, продано игроков на 2,8 миллионов, куплено на 575. Это все наглядно. Но трансферы в целом в премьер-лиге отображаются значительно более адекватно, значительно корректнее и в трансферное окно. То есть, мы видим, что «Зенит» активно скупает россиян. Активное трансферное окно. Наконец-то наши клубы стали работать активно. И не просто там комплектоваться, как попало, а все-таки логика определенная в трансферах есть. «Зенит», видите, продает ненужного «Кроневитера», покупает русских. «Спартак» тоже усиливается, покупает русских. И, причем, ну, все-таки какие-никакие деньги более-менее реалистичные за них платят. Хотя, кстати, в «Зените», ну, кто подписан на мой канал и читает сообщество на YouTube, те знают, что там прописали самый гениальный трансфер этого лета. Я сейчас говорю про Алексея Сутермина. Ну, и его гениальный переход вот за 650 евро сначала в «Рубин», потом из «Рубина» в «Зенит» за 650 евро. Хотя «Оренбург» в свое время его купил за 50 тысяч. То есть, даже «Волгарю» астраханскому досталось больше, чем, собственно, «Оренбургу» и «Рубину» с перепродаж этого гения. Ну, конечно, по ресерчу всегда есть вопросы, всегда они были, всегда они остаются. Ресерчат как попало, по-прежнему. То есть, и не только российские клубы, но и английские, и все остальные. Ну, то есть, очень просто привести пример. Например, Давид Луис в «Арсенале», центральный защитник. Скорость 13, ускорение 15. Понимаете, если бы Давид Луис сейчас был молод, времен своего первого выступления за «Челси», когда он играл на фланге, все помнят это время. Тогда, может быть, у Давида Луиса, 25-летнего, была действительно скорость 13, ускорение 15. Сейчас Давид Луис намного медленнее. Тем не менее, скиллы у него почему-то остаются какими-то супербыстрыми, хотя 1,89, 32 года уже, ну, не должно быть такой скорости. Тем не менее, скорость у него, запомните, да, скорость 13, ускорение 15. Теперь, Филиппе Каутиньо. У Филиппе Каутиньо скорость 11, ускорение 14. То есть, Филиппе Каутиньо в расцвете карьеры с ростом метр 72 ускоряется медленнее, чем Давид Луис? Вы серьезно? Ресерчеры? Я молчу там, мне говорят, что ты постоянно придираешься к украинскому ресерчу. Украинский ресерч, это уже совсем другое. Это только, скажем так, следствие, это не причина. Причина в том, что нет какого-то центра ресерча в Sports Interactive, который будет сверять ресерч разных лиг и разных игроков. Ну, не может Филиппе Каутиньо быть медленнее Давида Луиса, хотя бы по ускорению. По чистой скорости я допускаю, что у Луиза шаг шире, и когда он разгонится, он может догнать Каутиньо. Но потому как ускоряется Каутиньо, понятно, что по его антропометрии, понятно, что он не может быть медленнее, чем Давид Луис. Тем не менее, вот даже в топовых игроках очень странный ресерч. Ресерч просто дико странный, непонятный, и, ну, ты хватаешься за голову, ты не понимаешь, почему так, почему сложно создать вот этот центр, который сверит игроков. Почему вот этот игрок сильный, почему вот этот игрок слабый. И приведет вот показатели, по крайней мере, ладно, техника там, дриблинг, это все довольно субъективные вещи. Но скорость, физика, это все вещи, которые лежат на поверхности. И можно сравнить, например, да, как бегает один игрок, как бегает другой игрок. Понятно, что Каутиньо это невеликий спринтер, но тем не менее, он ускоряется явно быстрее, чем Давид Луис. Потому что ускоряется Каутиньо, как правило, еще и с мячом, а не просто так, без мяча. Поэтому такие моменты, ну, их нужно мониторить, их нужно смотреть, и их нужно править. Потому что иногда ты заходишь, просто смотришь и удивляешься, как так, почему так. Ну, вот, допустим, Роберт Ливандовский, да, сделал, ну, слишком технично. Ну, нет, Роберт Ливандовский хороший завершитель. У него, может быть, завершение атаки там не 17, а даже 19 можно поставить, самобладание ему повыше поставить. Но то, что Роберт Ливандовский технарь, прям такой великий, да не знаю. Чтоб Роберт Ливандовский кого-то прямо там обыгрывал или обводил просто на носовом платочке постоянно. Ну, пару раз, может быть, обведет. Но первое касание 15, я думаю, для Роберта Ливандовского это нормально. Нет, первое касание, ладно, 16-17 можно поставить, он умеет в касании играть. Но техника 16, это, мне кажется, перебор. Ну, 14 техника было бы нормально для Ливандовского. Все-таки это не совсем такой вот форвард, как Серхи Агуэра, например, да. Ливандовский это такой универсальный форвард, который может сделать все, но в то же время и не выделяется какой-то пластичностью, техникой, ловкостью, координацией. Да нет. Ну, хороший, топовый нападающий, но не совсем такого плана, чтобы у него там все это было на каком-то запредельном уровне. Кутиньо, да, вот он технарь, у него первое касание 18, техника 19, тут вопросов нет и быть не может. Но когда мы там смотрим на некоторые показатели, они иногда вызывают определенные вопросы, когда смотрим особенно на российских игроков, это понятно, что там не любят и их как-то делают не совсем такими. Ну, вот, например, Серж Гнабри менее техничен, по мнению ресерчеров в той же самой Баварии, чем Роберт Ливандовский. Ну, на мой взгляд, это не так. У Гнабри первое касание может быть похуже, чем у Ливандовски, но по технике Гнабри Ливандовский превосходит. Что написано под техникой? Эстетические качества игры футболиста, изящество работы с мячом. Ну, Гнабри довольно хорош, то есть это классный фланговый игрок, который уже, ну, несколько лет в Баварии, да, и по части там обыгрыша, обводки, эстетических качеств работы с мячом. Мне кажется, Гнабри лучше, чем Ливандовский, как-то более изящно он работает с мячом, он больше с ним работает. Вот, если Ливандовский получает мяч, ну, ну, как правило, бьет, да, Ливандовский завершитель, то Гнабри это человек, который отвечает за создание атак, который, ну, в которых продвигает мяч по флангам. Не знаю, почему так, не знаю, может быть, описание скиллов не совсем точное, но в любом случае ты заходишь, смотришь там и понимаешь, что Лук Старейра бегает, оказывается, медленнее и разгоняется так же, как Давид Луис. Это же смешно, тут есть, посмотрите, как бегает Тарейра, то есть даже в рамках одного клуба возникают противоречия, не то, что Лик. Вот кто-то ресерчит Арсенал, да, и делает Давиду Луису такое же ускорение, как и Лукасу Тарейре. Я это не совсем понимаю. Калашиноц, или Каласинак, его по-разному называют, тоже, допустим, да, человек, который, да, он быстро выскочил из машины, спас Месута Азила. Скорость 17, ускорение 14. Ну, ты так вот думаешь, скорость 17, ускорение 14. Ну, давайте сравним его там с другими игроками даже того же самого Арсенала. Ну, скорость 17, ускорение 14. Это вообще как? Это вообще что? Смотрим Ля Козетта. Скорость 16, ускорение 16. Ну, вроде как, так вот, более-менее, да, Ля Козетт сделан, ну, неплохо, в принципе, я согласен, что Ля Козетт действительно такой скорость, такое ускорение имеет, и, в общем-то, отресерчен более-менее грамотно. Но, не знаю, согласны ли вы с тем, что Калашиноц такой, прямо спринтер, что у него скорость 17, пусть ускорение 14, но я думаю, что скорость 15-16 может быть. Но, не видел я от Калашиноца каких-то мега скоростей, может быть, не все матчи Арсенала смотрят. Ну, Гранит Джака, это апофеоз, друзья. Пас 18, первое касание 16, техника 17. Не знаю, кто так упоролся. Я смотрел многие матчи Арсенала, но Джака по своей игре, я думаю, он по технике уступит даже Рафаэлу Кариоке, и тем более пасу. Пас 18, у Гранита Джаки, вы серьезно вообще? Что делает Гранит Джака по части паса? Дальние удары 15 у Джаки, понимаете? Как раз-таки дальние удары от Джаки может быть 18, но пас у него 18 никак быть не может. Это уже какое-то извращение. Я не думаю, что Джака настолько хорош в пасе. Мне кажется, Гендузи, Тарейра, они лучше пасуют, чем Джака. Но тем не менее, Джаке выдается просто какой-то феноменальный показатель паса. Это в рамках, я повторюсь, одного Арсенала только. Такие раздаются характеристики. Техника, первое касание, техника 16, 17 у Джаки. Где вы видели эту технику? Первое касание, что это за бред? Почему Джака так плохо? Сибальес, друзья, мастер паса признанный. Человек, у которого реально пас хороший. Единственное, что у него хорошо, он и по пасу, и по технике, и по всему хуже Джаки. Но, внимание, дальние удары у человека 13. Ладно, дальние удары нормально, да? Ну, почему пас 16? Если вы даете Джаке пас 18, то у Сибальеса пас должен быть 20. Видение поля у Сибальеса хуже, чем у Джаки. Что вы делаете? Какой-то, то есть, нужна какая-то проверка ресерча. Вот просто адекватная проверка ресерча. Потому что мне приходится создавать свою базу данных перед каждым сейвом, да? И править этих игроков. Потому что вот это нереалистично. Почему Сибальес хуже пасует, чем Джака? Где у Джаки техника лучше, чем у Сибальеса? Просто как это возможно? Вот такие моменты. Ну, это ресерч, это надо править, это надо исправлять. И, ну, уже у меня бомбануло, я так отъезжаю в сторону. Ну, это старая проблема FM, это я уже забегаю вперед. Что касается нового FM, что касается того, стоит покупать, не стоит покупать. Если вы играли в девятнадцатую часть и, ну, ждете каких-то мега изменений, не надо. Наверное, не надо покупать, если у вас ограниченный финансовый ресурс, да? Если вам жалко 1600 на эту игру. Таких глобальных изменений нет. Вот прям что села совершенно другая игра. Нет, такого нет. Есть улучшения. Есть такое небольшое движение вперед. Это есть. Если вы, например, пропускали девятнадцатый FM, играли восемнадцатый, конечно, возьмите. Вы почувствуете разницу. Если вы цените графоний и видели, что там в девятнадцатый недостаточный прогресс по графонию, берите эту часть, потому что по сравнению с восемнадцатый прогресс вы почувствуете. Если, ну, скажем так, вы просто фанат серии, то, разумеется, брать надо, играть надо. Я думаю, что какие-то, может быть, улучшения будут по части сетевой игры. Ну, пока бета-версия, пока рано еще об этом говорить. Но, в целом, игра хорошая. Если, ну, говорить там, допустим, сравнивать с футбольными симуляторами, с FIFA, например, то есть очень большая разница. Почему я не советую брать FIFA? Ну, сам я взял, потому что я ноль рублей за нее отдал своих. А если говорить именно про деньги, то четыре пятьсот нового FIFA, например, не стоит. Тысячу шестьсот отдать за менеджер, это нормально. То есть по моей ссылке под видео можно купить игру дешевле, чем в стиме на пятьсот рублей. Но это все-таки существенно, да? И тысячу шестьсот рублей за FM, это хорошо. Это нормально. За эти деньги можно купить игру. И нововведений, ну, может быть, на тысячу шестьсот рублей здесь нет. Но нововведений рублей на восемьсот есть. И все-таки это не такая большая переплата, как, например, покупать FIFA новую за четыре пятьсот. Но если бы мне не продонатили, еще раз говорю, я бы дожидался скидок, бы не покупал бы сейчас. Но FM советую взять, в общем и целом игра неплоха. Я думаю, что пофиксит вот этот баг с дальними ударами, потому что лонгшоты залетают просто страшно. И даже от тех игроков, которые феноменальными лонгшотами не обладают. Надеюсь, что это видео вам понравилось. Если вы со мной согласны, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВК, подписывайтесь на уведомления, чтобы не пропускать новые посты, посты, как правильно говорить, вообще-то посты. Вот. Ну и в целом, я думаю, что на релизе игра будет лучше, и многие моменты поправят. Всегда можно вот сообщать об ошибке, если есть какие-то проблемы, и Майлз обещает их устранять. Уж не знаю, сдержит ли он свое обещание или нет. В любом случае, всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, что вам понравилось. Счастливо.